Доброе утро! Я Екатерина, эксперт по здоровому питанию. О мифах вокруг сахара и поговорим. Следить за питанием модно, как и отказываться от сладкого. Всегда ли сахар зло? И какие сладкие мифы реальны? Давайте разбираться. Миф номер один. Сахар поможет подсластить жизнь. Многие действительно вознаграждают себя сладким, когда сражаются со стрессом, пытаются поднять настроение или отпраздновать какое-то событие. Сахар в буквальном смысле услаждает наши чувства. Но есть обратная и не очень приятная сторона такой сладкой медали. Сахар в чистом виде и все рафинированные углеводы типа макарон, десертов, булок, конфет приводят к сгущению желчи. Густая желчь нарушает моторику кишечника и возникает запор. Что говорит о большом количестве токсинов в вашем организме, которые снижают иммунитет и вызывают заболевания. Миф номер два. Сладкие продукты нужны для энергии, а энергия – это жизнь. Да, сладкие продукты – превосходные поставщики энергии. А это излюбленное топливо клеток нашего организма. Но простые углеводы не требуют долгого переваривания, а транспортируются прямо в кровь. В результате уровень сахара в крови резко повышается, а это путь к сахарному диабету. Если ваша цель – быть здоровыми и энергичными, легко справляться со всеми вопросами, при этом иметь встроенную фигуру, тогда в качестве источника энергии выбирайте корнеплоды, бобовые, хлеб грубого помола, крупы, зеленые листовые овощи. Они перевариваются дольше, что обеспечивает постепенное проникновение сахара в кровь. Все хорошее в жизни кажется сладким, и отказываться от этого не нужно. Залог здоровья – грамотный подход к сладенькому. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА